Опиоидный кризис в Америке. Уже сотни тысяч погибших, миллионы стали наркозависимыми. Политики в Вашингтоне говорят, что это одна из главных угроз, которые стоят перед Соединенными Штатами. А почему сами американцы винят во всем врачей? С подробностями Дмитрия Анопченко. Цифры шокируют. 60 тысяч смертей только в прошлом году. А в этом каждый день забирает по 140 жизней. И если ситуацию не изменить, за ближайшие 10 лет погибнут полмиллиона американцев. Столько же, сколько СПИД забрал в Штатах за все время эпидемии, начиная с 80-х. И причина – опиоидный кризис, который сейчас называют одной из главных проблем Америки. А дело все в том, что наркозависимыми американцев сделали вовсе не драгдилеры, а врачи. Еще с 2000-х здесь при любой боли выписывали препараты, которые действительно помогали. Но лишь сейчас признали, они вызывают привыкание. И таким образом треть Америки на наркотики подсадили. Этот портрет, пожалуй, все, что напоминает им о сыне. Райан умер за две недели до своего 28-летия. Тело нашли в туалете местного супермаркета. Сказали – передозировка. Мы умоляли его, завяжи, попроси о помощи. Отец даже просил полицейского, мол, арестуйте его, все лишь бы уберечь, спасти от всего этого. Мы что только не пробовали, чтобы помочь ему. Родители говорят, на наркотики их сын подсел по вине медиков. Сломанная нога, сильнейшие боли и рецепт от врача. Препарат, который действительно помог. Викодин, несколько недель лечения, а потом на вечеринке в клубе эти же таблетки, тоже полученные по рецепту. Кто-то из друзей растолок в порошок на барной стойке. И еще через два дня доза нужна была каждые полчаса. За последние два года все только хуже и хуже становится. Все принимают. И мои друзья, и те, кого я знаю, сидят на героине. Я столько людей знаю, которые типа были против всего этого. А теперь и они все на наркоте. И сегодня это все они делают. За последние 10 лет две крупнейшие фармацевтические компании Америки, производящие опиоидные препараты, вызывающие привыкание, поставили, вот только вдумайтесь, 20 миллионов своих таблеток в крохотный городок в Западной Вирджинии, где и 3000 человек населения не наберется. Причем около половины всех рецептов выписал только один до недавнего времени уважаемый в городе врач. В итоге этот городок в прессе теперь прозвали героиновой столицей Америки. После того, как всего за пять часов 28 человек тут умерли от передозировки. А местные полицейские уже дважды подкрепление просили. 90% того, чем мы заняты, преступления из-за наркотиков. И чтобы мы не предпринимали, все больше и больше опиатов наводняют этот регион и этот город. На этих оперативных кадрах агенты службы по борьбе с наркотиками накрывают очередной подпольный цех. Когда фармацевтическая мафия присадила людей на таблетки, мафия реальная поняла. Да им же готовый рынок сбыта достался. Когда рецепт уже не выписывают, а отказаться от препарата люди не могут, то идут к наркодилеру. Агентство прижало местных дельцов, но производство перенесли в Мексику. И даже в Китай, откуда фентанил американцам в обычных письмах поставляли. ФБР вот только недавно почтовый канал раскрыло. Мы катимся по наклонной, постоянно терпим неудачу. Есть, конечно, и исключения. То, что мы делаем, спасает жизнь. Но на уровне городов и даже целых штатов сделать толком ничего не получается. Дональд Трамп официально присвоил опиоидному кризису статус национального бедствия. Распорядился ликвидировать черный рынок, наркозависимым терапию оплатить. И огромные деньги в бюджете выделил. Но вот только поможет ли? Но есть и неожиданный поворот событий. Индейцы подали в суд, сообща. Ответчики. 24 крупнейшие фармкомпании США, выпускающие опиоидные таблетки. Обвинение простое и очень многим в стране понятное. Мол, производители скрывали опасность привыкания. И в резервациях, где и без того были огромные проблемы с алкоголем, ведь коренные жители Америки генетически не способны справиться с тягой к спиртному, теперь еще и катастрофическое наркотическое бедствие. Требуют, чтобы вовсе не государство, а те, кто на продаже опасных таблеток миллиардные состояния сколотил. Создали сейчас фонды для наркозависимых и оплачивали лечение. И если Фемида этот иск удовлетворит, то американские фармацевтические компании чуть ли не банкротства ждет. Ведь после этого миллионы американцев тоже пойдут в суды. Все те, кто стали наркоманами по неволе. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.